В этом видео я покажу стрижки на тонкие, редкие и плохо подающиеся укладки волосы. А также покажу, какие стрижки можно делать, а какие лучше не делать на такой тип волос. Все стрижки, которые я буду показывать, есть у меня на канале, ссылки в описании. Также на канале уже есть масса видео на эти темы, ссылки на них тоже в описании. Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Итак, let's go, друзья! И смотрите видео до конца, в конце вас ждет объявление. Итак, смотрим на действительно редкие волосы. Вот они. Они настолько редкие, что любая длина до плеч и ниже делает из них просто паутинку. И как ни старайся, невозможно сделать из них объем. Но есть хорошее решение этого вопроса. Стрижка одной длины, каре без градуировки и филировки. Это видно невооруженным глазом. Сразу появилась масса волос и волосы выглядят не такими уж и сетчатыми. А вот, пожалуйста, обратите внимание, это стрижка маркиза. Ее тоже нет смысла делать, потому что мы никогда не поднимем ее до нужного объема. Только вот такие стрижки в стиле пикси шорт можно делать на такие редкие и тонкие волосы. Пикси может быть очень разным и таким с немного удлиненной челкой. Но, если в теменной зоне не хватает волос, а такое часто бывает, то такая стрижка не желательно. Лучше делать короче в этом месте и мы получим сразу и стиль и количество волос замаскируем. А еще лучше будет покрасить волосы в более светлый цвет, чтобы убрать контраст с цветом кожи. А вот андеркат. Для экстрима, конечно, если вы можете это пережить, тогда да. И укороченный андеркат. Это, кстати говоря, мужская стрижка канатка. Она тоже есть на канале. В англоязычном пространстве это все называется одним словом андеркат. Как они вообще в этом разбираются? Потому что андеркат это не сведенные зоны, а канатка сведенные зоны. И если все-таки волос в теменной зоне немного и кожа просвечивается, то отличным решением будет ультра короткие стрижки в стиле гарсон шорт. Как, например, вот здесь. Вы видите, что челки вообще нет, а длина волос на затылке преобладает. Это как раз хорошее решение для тех, у кого вот такое распределение волос. Как улучшить рост волос, бороться с выпадением. Есть тоже видео на канале. И судя по комментариям, у людей все получается. Главное делать. Кстати, гарсон можно интерпретировать по-разному. Делать удлинение на затылке, делать удлинение на челке или равномерную стрижку по сфере. В зависимости, опять же, от распределения волос. Это, конечно, может показаться сложновато. Я приняла решение создать курс по стрижкам. Многие об этом просят на протяжении всего существования канала. Хотя я и пыталась бесплатно выдавать максимально тут. Но тоже понимаю, что курсом со структурированными уроками было бы правильнее воспользоваться. В общем, подготовка курса подходит к завершению. Как полностью закончу, дам знать на канале и во всех соцсетях. И еще по вашим просьбам, кстати говоря, тоже. Я начала писать книгу по стрижкам. Как только закончу ее, она также будет анонсирована на канале и во всех соцсетях. Идем дальше. А вот стрижки в стиле бокс. Кстати, это мужские стрижки. Но, тем не менее, как видите, они прекраснейшим образом приживаются и на ледях. Они могут показаться слишком экстремальными. Но, по моему опыту, если поддерживать еще соответствующий стиль, тогда можно выглядеть, я вам скажу, более стильно и модно. Даже в сравнении с более длинными стрижками. Признаюсь, у меня была такая стрижка. И мне очень нравилось. При правильно подобранном цвете волос, немного аксессуаров. И вы королева. На таких леди и мадам сразу обращают внимание. Потому что от них просто сквозит стиль. И не надо бояться экспериментировать с цветом. Вот хорошее решение вопроса. Но здесь уже не такие редкие волосы. Скальп не видно, но волосы тонкие. Это пикси-медиум. И вы видите, что челка тоже не густая. Но в купе с массивом сбоку это незаметно. Только эту стрижку надо будет укладывать более тщательнее. Ну, чуть-чуть постараться. В отличии от пикси-шорт. Пройдемся по звездам. Показательные выступления. Кира Найтли. Ну, кажется, совсем редкие волосы. Эта стрижка каскад по 360, кстати. Вот так она будет смотреться на редких волосах. Потом бац, каре. И волос прилетело. Как же это произошло? Это, друзья, всего лишь правильная стрижка. И все. Лайтбоб, кстати. И если у вас редкие волосы, или вам это кажется, то подумайте об этом. Возможно, это всего лишь стрижка дает такой эффект. Усиливает действие редкости волос. Ну и пикси-шорт, да. Стильно, модно, молодежно. Но все-таки вот с каре, мне кажется, ей лучше. Тут еще играет большую роль форма лица. Именно стрижка каре сделала из ее формы лица овальную. Поэтому она кажется более гармоничной. Вот такие стрижки не рекомендуется делать на тонкие и редкие волосы. Это все каскады. Градуировка. Вот вообще нет от слова совсем. Такие стрижки подойдут только для густых волос, пористых волос, которые хорошо держат укладку. Потому что каскады это уменьшение массива волос. Про вот такие стрижки каре, медиум с градуировкой я вообще молчу. На редкие, тонкие волосы, плохо поддающиеся укладки сделать такую стрижку это будет просто преступление. Потому что никогда в жизни вы не заставите держать форму этой стрижки вот таким тонким волосам. В итоге вы получаете какую-то непонятную, хаотичную копну, которую вы пытаетесь поднять, а она не поднимается, пытаетесь начесать, а она не начесывается. Плоский затылок в итоге вам будет обеспечен. Ну, можно конечно сделать гафре, но это все не то. Вот самая критичная длина для редких и тонких волос. Без градуировок, либо только по контуру лица. И то, если волосы хорошо держат укладку. Ведь тонкие волосы категорически отказываются держать ту форму, которую мы задаем при укладке. И, кстати говоря, для таких волос, вот честно сказать, я рекомендую сделать биозавивку на крупные коклюшки, чтобы не было локона, но чтобы волос стал более пористый. Если у вас задача сделать стрижку, чтобы она держала укладку, не просто длинные волосы, а именно стрижку с укладкой, тогда есть абсолютно точно смысл сделать биозавивку. Биозавивка сделает ваши волосы немного жестче и послушнее. А вот еще обратите внимание, Дженнифер Энистон, Шатенко и Блондинка. С блондом волос кажется больше, и это немаловажно. Точно так же блонд имеет примерно такое же воздействие на волосы, как и биозавивка. После блонда волосы становятся более пористыми и послушными. Они гораздо легче укладываются, принимают ту форму, которая вам нужна. И, естественно, мы видим, что визуально даже кажется волос больше, чем на первом фото. Поэтому пользуйтесь этими фишками и тогда даже тонкие редкие волосы, благодаря правильному подбору стрижки и цвету волос, будут выглядеть не такими уж скучными. И еще небольшое объявление для вас. Ребята, очень часто я говорю, что у меня в описании огромное количество ссылок на те или иные ролики. И создается такое впечатление по вашим комментариям, что вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Объясняю и показываю. Смотрите, когда вы видите видео, а под низом, под видео есть какие-то там надписи, название самого видео и вот это заветное слово «Еще». Надо обязательно нажать именно на вот это слово и открывается описание, в котором есть масса-масса ссылок, о которых я вам, в принципе, и говорю. Выбирайте для себя то, что вам нужно, нажимаете и попадаете в те ролики. Это на компьютере. На телефоне, сейчас приближу эту историю всю, вот, вам нужно нажать на маленькую-маленькую галочку, которая находится параллельно названию ролика. Нажимаете на эту галочку, вот, я нажала на галочку и опять же попадаю в описание и листаю его, и тут масса-масса ссылок, по которым вы легко можете перейти. И еще небольшое объявление для вас. На вопросы оперативно я отвечаю первый час после выхода нового видео, поэтому следите за выходом, чтобы задать свои актуальные вопросы. И даже если тема видео не относится к теме вашего вопроса, можете спокойно задавать. И еще небольшое объявление для вас. Дорогие подписчики и гости моего канала, у нас с вами появилась возможность общаться в прямом эфире. Для этого я поменяла формат своего еще одного ютуб-канала и переназвала его в Eva Lorman прямые эфиры. Ссылка на него под видео. Я сейчас везде есть, это для того, чтобы мы не потерялись, а время покажет, где мы будем максимально активными. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye everyone, с вами была Eva Lorman и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok